итак какая у нас сегодня тема сегодня тема у нас беспроводных сравнение беспроводной и проводной сети в каких ситуациях стоит использовать в каких нет но в общем как то так вроде кажется вопрос очевидный но это далеко не всегда так поэтому разберем это более подробные истории кто-то что-то может также дополнить но пока немножко народ собирается хочу рассказать о дальнейших планах вообще своих и проекта эти skills на ближайшее время скажем так собственно после этого эфира со следующей неделе я выезжаю в такой небольшой ну или большой отпуск скажем так где-то примерно на три недели на 3-4 недели поеду на родину вот поэтому каких-то активности в плане вебинаров или чего-то каких-то новые видео даже выкладывать не буду потому что не будет у меня возможности их записывать поэтому вот такой вот собственно перерывчик что будет дальше когда я вернусь это собственно две недели назад примерно у нас закончилась коуча группа коса 50 поэтому будет стартовать следующий набор на коса 60 так что если кто-то уже планировал предварительно могу сказать что ну вот прям старт 6 потока я думаю будет где-то числа 7 июня так что можете уже там выстраивать планы мне там собственно написать по контактам которые у вас есть либо там в рассылке рассылку делают в к или вообще различными способами я думаю не так сложно меня найти поэтому можете уже какую-то информацию там скидывать возможно уже в какой-то предварительный список записываться но опять же более подробно все это будет когда вернусь с опуском буду вебинар тоже по этому поводу проводить далее сейчас работаю уже в принципе так скажем почти все готово по курсу и к с интернет-контроль сервер планировалось его выпустить раньше опять же этот курс будет бесплатный он также будет ходить в коуч группу коса и будет для плюсом для людей которые проходили обучение коса в том что как бы виртуальная сеть на которой мы будем это демонстрировать все это дело проверять интернет контроль сервер это будет как раз та сеть которую мы создавали в курсе коса поэтому вам будет попроще это будет как продолжение но опять же люди которые плюс-минус понимают что как работает я там также буду в принципе довольно таки исчерпывающую информацию рассказывать по различным подобным технологиям будет это скорее всего где-то в конце июня потому что у ребятам выйдет новая версия никса и чтобы сразу показать уже там с последними изменениями с последними дополнениями как что там работает поэтому в принципе у меня материал готов все жду только когда они релиз новой версии сделают и тогда можно будет уже записывать видео уроки на последний версии что дальше коуч группа косил тестовая группа что это за косил это комплексное обучение системам использующим linux то есть на данный момент меня в принципе уже планы курса составлены это будет тестовая группа что это имеется ввиду то есть туда попадут только люди по специальным там супер так скажем скидочным условием попадут только люди которые проходили у меня обучение на курсе общественного обучения системным администрированию то есть что это за тестовая группа если кто-то желает можете также опять же со мной связаться как я это планирую сделать что материалы пока еще нет никаких материалов именно поэтому группа будет тестовая и там так скажем раза в четыре наверно дешевле чем она будет в конечном итоге вопрос будет в том что люди которые будут участвовать в этой тестовой группе будут с одной стороны и редакторами данного курса что это имеется ввиду то есть я набираю людей где-то планирую 50 на 50 это люди которые хоть как-то работали с линуксом и которые не работали вообще с такой целью чтобы создать курс который оптимально будет помогать усваивать информацию в рожевом виде то есть чтобы не давали обратную связь что получается что не получается чтобы они хотели дополнительно видеть что они могут уже к примеру внедрите в своей компании чтобы уже начинает получать опыт по администрированию линукса вот но об этом я также как вернусь из отпуска но это уже наша такая внутренняя так скажем каша и но если я не наберу планирую человек 30 набрать если не наберу столько людей из тех кто проходил курс обучения то буду дополнительно наверное беру вообще из людей так скажем ну и из моей базы да скажем так из всех кто там меня знают кто давно там ждет подобный курс вот там поживем увидим что еще далее слет сис админов 2023 пройдет он 28 июля что это за слет с админов будет он под москвой там 200 километров от москвы на день системного администратора и кстати я уже договорился с организатором данного мероприятия что где-то за месяц мы проведем совместный стрим то есть где-то это будет в конце июня где он там но я планирую как-то будет расскажет он какие-то организационные моменты там где-то фотографии какие конкурсы ну блин я по крайней мере полистал у них на странице в к блин прикольные классные конкурсы программу мне уже скидывали также те ребятам кто у меня в чате находится скидывал программу тоже довольно интересно много всяких различных культурных мероприятий и тому подобного ладно давайте гляну что вы там еще написали в чатик сколько стоит будет что если про linux ну пока это закрытая информация так и похоже у меня пока чат наверно подвисает или его никто не смотрит 11 человек смотрят ребят века тогда дайте знать чтобы вообще что-то видеть ну что меня только игорь написал привет все больше ничего ну ладно все собственно приступим к нашим историям так как вообще появилась идея для данного вебинара также у нас в чате эти skills один товарищ так скажем попросил совета у них компания довольно таки крупная где-то порядка 400 компьютеров переезжают другое здание и руководство решила типа зачем заморачиваться с к с то есть с проводной сетью решили взять и сделать все на вай-фай ты чтобы но я так понимаю чтобы меньше затрат на все это дело блин поставили типа чё современной технологии беспроводная все нафига вообще нужен этот провод всем надоели провода короче будет без проводов вот и мы начали обсуждать эту тему у нас в чате много таких интересных моментов которые в принципе я особо но для меня ответ очевиден но некоторые моменты все равно вылазили интересно которые тоже добавляют определенной определенных уточнений почему именно принимать решение стоит это делать или не стоит и вот сейчас собственно хочу с вами все это дело пообсуждать я сделал вот такую табличку которая разделена последующим моментом первый пункт это параметр по какому параметру мы будем собственно анализировать хорошая идея с проводной сетью или нет и следующий это проводная сеть которая будет разделяться на маленькая место реализации так скажем это маленькая то есть небольшая компания либо большая маленькая имеется ввиду там ну где-то 5-10 компьютеров то есть в принципе этому 22 кабинета грубо говоря которые могут располагаться и как в жилом доме в общем не очень большая компания и большая компания это мы будем считать в принципе я думаю что от 20 компьютеров и выше можно уже плюс-минус считать развивающиеся растущие и так далее как то так ну и вот аналогичная история по беспроводной сети маленькая и большая поехали собственно первый параметр следующие параметры здесь вообще буду смотреть какие это проще создать и настроить то есть вообще реализовать так скажем все это стоимость стабильность обслуживание нагрузка то есть скорость какая будет безопасность надежность расстояния и мобильность пока позволяет ли удобно это или неудобно с точки зрения мобильности компьютеров что ж поехали план еще кстати по данному вебинару сейчас я расскажу это опять же вот этот анализ это исключительно моя точка зрения но я думаю что большинство наверное людей со мной в этих моментах согласиться но если кто-то не согласится то пишите обязательно свои комментарии обсудим вашу точку зрения но и также кто из аудио чата в чат пишите там я не знаю свои комментарии либо поднятая рука если хотите выйти голосом и что-то прокомментировать но все это дело будет после того когда я закончу чтобы у нас здесь собственно презентация как пошла она дойдет до определенного финиша там уже будем обсуждать прошу прощения ну а потом еще кстати ребята с чата просили пообсуждать там скажем поделиться опытом кто с каким сейчас сетевым оборудованием работает там различные глюки плюсы-минусы и я думаю на эту тему тоже побеседуем ну в общем примерно план такой давайте гляну все готовы а как же принтеры новые покупать ага экономиза то опять постели вай файла ну вот сейчас мы поговорим и кстати по поводу принтеров тоже ну вот руслан уже начинает раскрывать какие-то темы но в общем дослушайте до конца и там уже вносить свои корректировки думаю все ваши моменты я также здесь объясню поехали по поводу вообще создание подобной сети как по мне проще создавать плюс-минус проводная сеть для маленькой компании плюс-минус что имеется ввиду в принципе из пяти компьютеров не так сложно взять там проложить по потолку этот кабель по кабель-каналу но как бы не не сильно то уж и сложно но как бы в любом случае это дополнительное дополнительное движение кабель-канала эти приклеивать что там провода пробрасывать из комнаты в комнату забуриваться и так далее для большой компании это минус потому что если у вас там к примеру четыре этажа вам каждому рабочему местному как правило нужно подвести две линии это вот кто-то использует их с точки зрения резерв на резервной линии кто-то использует одна линия это телефон вторая линия это компьютер но опять же их можно использовать еще и как резервная если кого-то там нет телефона допустим вот это прям нужно профессионально так скажем в ска с ников нанимать которые все это будут делать проектировать прокладывать на каждом этаже ставить сетевой шкаф либо там подвесной либо такой который стоит с сетевым оборудованием и все это собственно довольно сложно я сам этим занимался и довольно трудозатратная вся эта история что касаемо беспроводной сети для маленькой компании это конечно же плюс опять же если все находится в одном или в двух помещениях ну к примеру арендовали там какой-то в жилом доме квартиру переделали под офис две комнаты и посередине поставил роутер и все это отлично большое компании плюс с той точки зрения что ну с к с в любом случае нужно будет прокладывать но если в ситуации с проводной сетью нам нужно прокладывать с к с кабель до каждого рабочего места то в принципе при истории с беспроводной сетью нас достаточно будет в каждый кабинет заложить по одному кабелю который будет подключаться в роутер а уже по пространству этого кабинета будет раздавать беспроводную сеть я честно говоря так не делал но если теоретически представить как бы я это реализовал но это было бы таким образом но а следовательно то ли у вас там не знаю 300 компов вам нужно 600 до получается этих точек проложить либо у вас 20-30 кабинетов да ну это собственно 30 надо проводу ли каких проложить чтобы каждому подключить вайфа и роутер далее идем по стоимости на проводная сеть маленькая стоимость минус ну потому что в любом случае финансы нужно будет в это вкладывать даже если вы делаете с к с у вас будет получается роутер либо какой-то коммутатов которые эти провода будет приходить то есть вы дополнительно тратите деньги на монтаж то есть на работа и собственно на сам кабеля сейчас блин кабель не так уж дешево стоит честно говоря по проводной сети аналогичная история то есть это большие затраты на монтаж и оборудование что касаемо беспроводной сети для маленькой компании это плюс потому что мы поставим тупо роутер воткнул куда провод от провайдера ну и аналогичная история с большой компании меньше затрат на кабель и оборудование что касаемо стабильности проводная сеть маленькая компания и маленькая и большая компания это плюс так как нет никаких дополнительных помех в эфире напрямую вас кабель идет от сетевого оборудования до конечного компьютера клиента все идет напрямую все максимально стабильно и надежно в этом смысле проводная сеть максимально выигрывает что касаемо беспроводной сети маленькая компания плюс-минус это я с той точки зрения что если у вас действительно пять компьютеров то в принципе вай-фай нормальный вариант не слишком много источников так скажем которые будут работать с этой сетью дальше мы пойдем провод расстояние про надежность обслуживание и так далее про нагрузку на сеть здесь с пятью допустим машинами это нормально и опять же с учетом того а какая специфика вообще у этой компании если специфика круглыми сутками проводить видео созвоны ну как бы наверно тоже не очень вариант потому что если пять человек сразу выйдут в эфир с каким-то там видео со звонами до проводить какие-то видео мероприятия то сильно забьется беспроводная канал короче связи я могу сказать что я вот даже специально прокладываю до своего компьютера кабель с той точки зрения что если я сейчас буду проводить какой-нибудь эфир по вайфай у очень велика вероятность что будут какие-то глюки где-то что-то пропадет и так далее поэтому но это плохая история но если нет каких-то особо нагруженных вещей то вполне подойдет поэтому плюс-минус для большой компании это огромный минус с точки зрения стабильности почему вот я как говорил это постоянные сетевые помехи смотрите один опять же из минусов вот этой истории что в маленькая сеть плюс-минус если это ну маленькая компания которая находится в доме расскажу следующую историю у меня есть обслуживание компании которые начинали они буквально там с четырех ноутбуков и вот как раз история была следующая что арендовали или там купили даже короче квартиру многоквартирном доме переделали под офис ну и собственно сидела что там в двух кабинетах пять человек постепенно компания начала разрастаться в итоге сейчас там по моему порядка 15 человек и в чем история что когда было компьютеров мало было все нормальному постепенно постепенно становилось все хуже и хуже с точки зрения что поставили вай-фай принтер и бывает что-то принтер подвиснет кто-то что-то копирует пропадает связь кто-то там не может увидеть какого-то другого сотрудника и общем постепенно вот эти вот вещи начинались и меня как-то вызывая директор говорит что-то оборудование у нас фиговый всяко такое ну окей давайте проверим чек счетом с вайфаем я начинаю так скажем посмотреть сколько вообще точек доступа там него как он коллега в чат скидывал он у себя смотрел там у него порядка 78 точек доступа представляете какие-то помехи как они влияют на пропускную способность сети но я не помню сколько было там но я начал смотреть куча точек доступа потери в соединении вроде пытаешься но выбрать какой-нибудь диапазон где поменьше точек доступа ну и многоквартирный дом в каждом доме по роутеру считайте сколько квартир столько точек доступа все и после этого я ему говорю что проблема не в оборудовании проблема в том что у вас увеличивается количество компьютеров и здесь сейчас вайфай это раньше была редкая история сейчас вайфай в каждом доме поэтому очень много помех на что мы решили сделать следующее взять проложить полностью короче он отдал ноутбуки которые были они уже были старенькие короче он отдал пацанам ноутбуки купили стационарные компы стационарные компы посадили на провод то есть провели с к с и как бы все проблем вообще нет никаких причем вот так же как-то рассказывали про историю с бэкапами типа если делаются бэкапы а у меня там делаюсь бэкапы каждые два часа через каждые 10 минут как бы программа скрипт так скажем обходил компьютеры в локальной сети подтягивал изменения которые у них были но это было связано с тем что они часто там куда-то перемещались и у них было на ноутбуке этой информации чтобы любой момент любой сотрудник мог зайти там на общую шару и какой-то документ взять который с которым допустим работал другой человек но опять же в рамках разумного в рамках того что вообще можно ему смотреть поэтому с точки зрения помех прям вот вам живой пример 10 компов по моему у них уже было и у них вай фай не справлялся находясь просто в многоквартирном доме такая история может быть везде поэтому здесь опять же могут быть свои плюсы и минусы также у меня есть компания которая в которой 15 компов но они тоже сидят на проводе но кто-то сидит на вай фай и история в том что опять же зависимости от расположения там они располагаются в промышленной зоне где рядом вообще нет никаких зданий вот их там одноэтажное здание какой-то склад гараж цех и как бы все рядом никаких дополнительных источников нету и в принципе но у них можно было бы попробовать беспроводную сеть эту реализовать в каждом там кабинете поставить по роутеру как бы помех особых нет но и не такая большая сеть я так не делал но в принципе теоретически можно было я думаю плюс-минус это работало стабильно опять же количество компьютеров там около 15 было вот поэтому тоже стоит рассматривать если рядом дополнительные источники помех или нет ну собственно да вот потери были постоянные это я тут так поглядываю свои подсказки чтобы ничего не забыть идем далее с точки зрения обслуживания проводная сеть это плюс плюс потому что ты раз проложил несколько по статистике по моему лет 15 проводная сеть нормально работает я ее прокладывал еще вот в одной компании с 2004 сколько уже почти 20 лет прошло меняли кабель только который шел по воздуху все что внутри также все нормально работает ну скоро наверное кряпнет пока все работает все нормально в этом смысле огромный плюс проводным сетям с точки зрения беспроводной сети обслуживания плюс-минус если маленькая компания какая проблема может быть ну собственно как у нас везде и бывает до дома что-то вай-фай не работает чё сделать перезагрузи роутер отлично пошел перезагрузил вы представляете теперь если у вас крупная компания вас каждом кабинете стоит по такому роутеру как один из коллег привел примера вы представьте если просто скачок какое-нибудь напряжение не просто вырубилось электричество ну а просто скачок напряжения где-то какой-нибудь роутер заглючил и но реально объективно вы будете бегать постоянно по этажам перезагружать роутер и она вам надо думаю нет опять же но это будут периодические проблемы у кого-то что-то отвалилось могу сказать вот просто по истории с маленькой компанией но периодически были глюки что кто-то куда-то не может зайти кто-то отправил вот опять же про принтер договорили кто-то отправил на принтер большой файл они отправляли там ну реально мегабайтам по 100 pdf на этом не знаю по 100 по 200 страниц на каком-то этапе чего-нибудь у него зависает а все это через вай-фай надо принтер там вырубать удаляйте очередь печати заново он отправляется какого-то либо режет этот файл на отдельные не знаю по 30 страниц и отдельными порциями отправляет короче геморрой как поменяли все на проводную сеть вообще но объективно могу сказать ну ладно из одна из последних историй вот звонит мне мой так скажем сотрудник который говорит вот нужно там что-то короче активировать что любит можешь удаленно сделать а что ему говорю типа я могу сделать удаленно это заедет к ним а то мы чуть давно у них не появлялись как бы так лицом посвяти что мультипу вот мы есть вы чтобы вы понимали кому вы денежки переводите и тому подобное в общем иногда нужно так делать хотя можно было удаленно это сделать и ну чего-то такого что необходимо было не знаю в течение полугода по вообще даже никаких заявок там от них не было так что вот судите сами так 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 ну пообслужим да вот перезагрузка постоянно оборудование идем дальше нагрузка на сеть и скорость то есть здесь с проводной сетью у нас вообще проблем нет скорость максимальная проблем сетью нет для беспроводной сети для маленькой компании тоже как я сказал в зависимости от того какие задачи ставят перед сотрудниками если отправить какой-нибудь документе кто этого тоже вполне себе достаточно для большой компании минус потому что скорость будет крайне маленькая если еще идет идут какие-то backup и вот кстати на эту тему какие есть к примеру характеристики которые вам нужно действительно проанализировать если уж вы хотите сделать такой эксперимент большую компанию посадить на чисто беспроводную сеть это backup и если как у меня допустим у вас делаются backup и с компьютеров и летят куда-то на сервер все это будет постоянно забирать пропускную способность да как кто-то там скажет надо делать backup и только по ночам но бывают какие-то истории когда тебе нужно прям документы сотрудников скидывать а когда когда собственно компьютер работает либо в какой-то обеденное время или что-то типа того поэтому нагрузка на сеть однозначно здесь будет большая плюс различные потери помехи посмотрите к примеру если вы работаете там с базой данных это рисковые запросы если к примеру 1с к вообще файловая базового 1с то это все эти файлы будут летать у вас по сети и в один из ки будет просто невозможно работать так что я сказал backup и вот файловая база 11 видеоконференции опять же вот человек который задавал этот вопрос говорит ну мы начинаем анализировать а чем вообще компания занимается что они будут делать очень часто у сотрудников проводятся вот какие-то видеоконференции все как бы вопрос решен ни в коем случае не подойдет беспроводная сеть для того чтобы проводить какие-то видео созвоны это будет просто ужасно ужасно тормозить вот делать так не надо кстати я сам сейчас делаю себя в квартире ремонта могу сказать что я у себя в каждую в каждую комнату даже не в каждую комнату в каждое потенциальное место где у меня может стоять какой-то источник то есть в данном случае но смотрите даже дома я понимаю что сейчас мы к примеру телевизоры и телевизоры работают по вай фай и там и телефоны и планшеты и ноутбуки все это конечно круто вы только когда все эти устройства вечером полезут в youtube чтобы что-то посмотреть или какой-нибудь прямой эфир все это идет у нас через интернет а значит сеть просто упадет плюс не забываем о том что соседи тоже хотят что-то посмотреть и они начинают лазить по своему вай фай и это все накладывает очень большие ограничения по скорости у вас начинается тормозить а это наши нервы мы же хотим посмотреть еще если хотим в 4к посмотреть там какой-нибудь фильм то это вообще просто шикарно поэтому но я как-то мучился с этой историей сейчас когда делаю ремонт у меня в принципе так скажем один телевизор пока но я уже в разные комнаты поставил точки где одна там потенциальная если я буду проводить какие-то вот прямые эфиры из дома чтобы у меня была проводная связь потом там в трех местах для потенциальных телевизоров так скажем потому что это самые ну короче потребители которые больше всего живут трафика это всякие youtube чеки фильмы и так далее кстати по поводу вот опять же современных технологий лично мне я не знаю как там у вас но сейчас я вижу такая тенденция пошла что провайдеры сами переходят святой пары на оптику лично мне в квартиру заводили уже прям оптический кабель блин за что ну круто супер высокая скорость и это уже говорит о том что они переходят постепенно на стандарт такое не понимает что блин потребителей много скорости не вывозит они сейчас даже в квартиры заводят оптический кабель потому что у кого-то но там по два по три телека и вечером там ребенок жена там на одном смотрит это на ноутбуке чего-нибудь смотришь ребенок там на своем планшете лазичным смотрят и все это сильно большую нагрузку создает на сеть вот поэтому я поступил таким образом и блин совершенно не жалею представляете был бы у меня просто один роутер с вай-фай да сейчас говорят ну типа перешли на сеть там 5 герц но ребят ладно некоторое время все на них начнут переходить и там будет то же самое что и сейчас поэтому если вы где-то но предварительно планируйтесь сразу закладывали закладывайте скс даже у себя дома и лучше в момент ремонта потому что ну пока еще там обои не знаю не наклеили чтобы это реально зашить чтобы не не торчали вот эти кабель-канал и чем типа того вот чтобы все было аккуратненько и грамотно еще что по поводу скорости с чем я допустим сталкивался приезжаешь куда-нибудь на отдых днем ну спрашиваешь у вас вай-фай есть да есть подключаешься днем смотришь вроде youtube все нормально все тема приезжаешь вечером там не знаю нагулялся все же чего делают всех приходят вечером и давай ютубчики кто-нибудь видео фоточки отправить с отдыха и все это как бы вай-фай есть но пользоваться и невозможно потому что тут все жутко тупит опять же вот с этой же истории с истории со скорость ну да там люди могут как-то это все дело поправить но если это за в каком-нибудь какой-нибудь деревне что типа того там снимаете какой-то он то как правило там вот такая история так что есть такой момент идем далее что касаемо безопасность проводная сеть большая маленькая однозначно плюс потому что ну взломать вас то необходимо как-то в кабель не знаю поставить какой-нибудь переходник ну короче физически нужно в сеть внедриться что касаемо беспроводной сети для маленькой компании плюс-минус той точки зрения что ну если она не особо какими-то важными документами не обменивается ноги пускай пусть будет так для большой же компании однозначно я думаю минус потому что но есть у компании определенные секреты что можно сделать взял там не знаю подъехал к на машине на парковку рядом с этим зданием да и через вай-фай пробую ломая их сетку проник все все собственную проблем никаких нет поэтому с точки зрения безопасности это намного хуже также еще тоже ребята поделили что положить такую сеть можно следующим образом что есть определенные глушилки включил глушилку сеть пропала все это нестабильная история но опять же удаленный взлом с точки зрения надежности опять же проводная сеть побеждает беспроводная плюс-минус что ну ладно не такая уж и большая история да если завис роутер вы его перезагрузили вроде ничего страшного но если беспроводная сеть для большой компании это ну я уверен что постоянно будут у вас будет беготня вот по расстоянию проводная сеть у нас получается 100 метров но если брать что сейчас уже переходит постепенно на стандарт оптики то она намного дальше может пробрасываться что касаемо беспроводной если небольшая фирма в рамках одного помещения нормально если какое-то дальние да есть какие-то там вай-фай пушки или как-то воздушные ну честно говоря я с этим и не занимался и но явный момент что если двумя между двумя помещениями какая-то сильная там стена через нее сигнал может просто не пробиться поэтому нужно в другом кабинете еще одну точку доступа ставить и так далее но это с точки зрения мобильности однозначный минус у проводных сетей с какой точки зрения была у меня как-то задача там приходит новый сотрудник и вот у тебя вот здесь вот розетка либо у них начинается вот отдел один отдел переезжает в другой кабинет и начинается света стопляска человек а я не хочу сидеть вот здесь вот в углу давай мы сделаем чуть там посередине ты этот патч корт какой-нибудь длинный это все торчит некрасиво там он говорит ой мне здесь свет светит давай-ка он в тот угол на просто помню что-то пытался туда-сюда перенести потом говорю так ребят давайте вы сядете точно как вы будете сидеть вот я туда тогда провожу кабель заниматься этими историями по переезду как вам удобнее неудобнее мне вот как-то тоже не особо улыбается поэтому с точки зрения мобильности до минус потому что в том месте где стоит розетка как бы туда и нужно садить человека ну да можно патч-кордом нарастить но опять же если сама линия уже там порядка 90 метров слишком много вы не раз не нарастите ну и плюс опять на стене вот эти провода будут тоже не очень красиво с точки зрения беспроводной стену конечно же это явные плюсы то есть ну если в рамках одного кабинета человек может куда захотел туда поставил там ноутбук вай фай везде ловит и все собственно устраивает какой вывод давайте небольшой подведем если у вас проводная если у вас маленькая компания ладно давайте все таки уже по беспроводным для большой компании беспроводная сеть является плюсами с точки зрения того что ее проще настроить она дешевле и позволяет компьютерам быть мобильным все остальные моменты это явный минус ну как по мне а так как это будет обслуживать сисадмин минусы явно перевешивают плюсы но и даже не то что сисадмин но это будет адская работа сотрудники будут постоянно материться что за фигня там сеть если это маленькая компания то вполне подойдет да где-то есть свои минусы но в принципе везде плюс где-то небольшие там недочеты могут быть так что для маленькой компании вполне себе подойдет для большой компании проводная сеть минусы опять же являются в том что сложнее создать такое она будет сеть дороже и нет мобильности у компьютеров но с точки зрения надежности обслуживания скорости безопасности всех как по мне наиболее важных моментов она здесь все это дело выигрывает касаемо проводной сети сети для маленькой компании ну я думаю здесь также больше наверное стоимость ну не такая уж и большая там стоимость поэтому здесь наверно тоже можно было бы плюс-минус поставить общем проводная для маленькой компании тоже все окей за исключением мобильности компьютеров вот и еще небольшие выводы что собственно организовать организовывать беспроводную сеть стоит лишь только в том случае если сделать проводную нет возможности только в самом крайнем случае но еще один вывод это проводная сеть для работы беспроводная если к примеру к вам приходят там какие-то клиенты у которых должен быть быть доступ к вайфаю чтобы они там куда-то что-то подключались а вы находитесь месте где ну плохо ловит связь то на беспроводной сети можно создать отдельно точку доступа где человек будет подключаться и будет не знаю своей почта отправлять вам куда-то или что-то что ему конкретно будет нужно в этой истории но эти сети никак не должны пересекаться она должна быть изолирована от вашей проводной сети ну то есть в другую под сеть вывести и чтобы она работала исключительно для того чтобы человек мог вылезти в сеть интернет все могу также сказать вот из своей истории с компанией которую мы перевели на проводную сеть мы как раз так и сделали что вайфай сменили вайфай сменил я пароль и эти данные предоставил только директору на тот случай что если вдруг понадобится какому-то клиенту или кто-то придет ему нужно будет там срочно выйти по вайфаю эти данные есть у директор он там предоставляет и человек уходит все остальные вообще не знают как ну короче не пользуется вайфаем от опять начнется там телефонные подключать какие-нибудь свои устройства и сеть будет работать нестабилен вот как-то так давайте собственно на этом мой мое выступление закончилось сейчас пойдем тогда по нашему обсуждаловку так так антону я за рулем не смогу руку тянуть всем привет так но давайте по очереди кто у нас там 1 николай николаевич привет слышно меня да да говори слушай может лично полный презентат презентажку по пунктам он не так много но принцип удобнее будет а куда я тебе его отлично хорошо в общем смотри там какой пункт проще создать и настроить на самом деле тут такой момент что по поводу вайфая радиоразведка я не могу сказать что это прямо такое простое занятие не знаю сколько время даже у профессионалов может занять корректно радио разведкой и создание топологии здания с учетом всех материаловведения из чего созданной стены прочего и прочего очень большой вопрос не опять же привел с точки зрения того что ну куда проще в каждый кабинет закинуть по одному кабелю чем по 10 проводов экономии экономии да понятно есть свои там определенные специфики но лично я этим не занимался поэтому конечно все это будет не так просто это надо будет тут как там говорили к это биржу бесшовный вай-фай типа точки доступа быстро переключается с разной точки на другую понятно что это нужно знать и уметь как делать но я вот согласен что это не настолько легко конечно как я здесь и писал но хотя бы как минимум с тем что меньше вложений монтажам роду ничего что еще там об обслуживании зависание точек доступа в принципе если все заранее нормально было запланировано то есть как бы пояс вич который питает все эти точки доступа и ты через админку можешь просто удаленным просто отрубать питание у . не ходить не бродить по этажам это когда я думаю скорее всего даже если этого нет ну ты не будешь ходить но ты будешь звонить кому-то и у вас не работает перезагрузите роутер да это будет делать скорее всего конечно пользователь но в любом случае зачем нам такие звонки ну либо вешать отдельно на электрическую линию как бы на отдельную технической линии точки доступа просто кругильник вырубаешь секция сеть упала да во всем здании не но вопрос отдельно питал его отдельно на я понял понял но это опять же геморрой ну да да ну и что там у нас хотел сказать по поводу блин забыл ну давай вспомнишь напишешь в чате он так дальше тонус там руку тянул александр говори приветствую всех как меня слышно я просто через наушники разговариваю нормально нормально значит немножко долго наверное буду но большая польза потерпеть значит сначала 1 1 момент мне больше конечно интересовала задача валерия который изначально эту задачу поставил что у него переезжает офис в 500 рабочих мест и хочет все сделать по вайфаю объясню здесь момент такой что первое когда такая задача стоит никто не делает это своими силами все обращается к вендорам то есть допустим мы обращаемся к таким вендорам как тп-линк зюксель юбиквити микротик ну к их представителям ну скажем на нашей территории страны если мы взяли что юбиквити не помню ушел не ушел но микротик точно ушел у нас территории россии но там грубо говоря остаются там три вендора ты звонишь в официальное представительство говоришь ребят у меня задача сделать офис такого-то масштаба с такими-то количеством рабочих мест я приглашаю вашего технического специалиста на обследование как бы вам не казалось смешным но все вендоры идут навстречу и делают это за бесплатно ну потому что они могут хороший заказ короче да типа оборудованием купить выезд специалистов до крупных за вы еще забываете это реклама это реклама на каждом вебинаре если вы смотрите разных вендоров я там смотрю там зюкселя и допустим это пылин на каждом вебинаре они постоянно эти кейсы рассказывают вот ребят у нас кейс там допустим это пылинку ночь не хвастается измайловской гостиницы в москве где три больших здоровенных корпуса я не знаю насколько ну жилых мест ну там допустим на тысячу до номеров они захватили полностью все вай-фая полностью бесшумный вайфай а допустим зюксель очень хвастается тем что у него там один кейс он там склад в тысячу квадратов как бы перекрыл вайфаем там склад еще не простой а склад типа озоновского там с разгрузкой погрузки куча товаров там куча металлических конструкций куча всего-всего-всего то что мешает вайфая радиосигнал все это как бы они делали радиоразведку правильно расставляли точки и так далее и тому подобное вот поэтому мне бы конечно был бы интересно в плане опыта получить опыт валерия который бы пригласил бы такого вендора изучил бы вопрос и алба ответ да там возможно невозможно что это по деньгам и так далее я бы очень сильно послушал павла у которого колоссальнейшего потом с микротиком со всем остальным у меня есть опыт по микротиком уме не у меня лично скажем а у знакомого другая за которым с которым за руку знакомы здороваюсь они делали бесшовный вай-фай на микротах в испании там грубо говоря коттеджный поселок более-менее все стабильно работал по поводу того что сейчас сначала опыта потом некоторые размышления значит по поводу своего опыта у меня есть рабочий объект уже пять лет это школа бокса три этажа соответственно каждому этапу говоря по 2 вай-фай точки все это в виде объединена контроллером дешевый вай-фай то есть смысл какой ты можешь начать смотреть youtube на третьем этаже спускаться на 1 у тебя ничего не прерывается ну и также аудиозвонок видео звонок сейчас да соответственно там все равно сеть гибридный часть на шнурках часть на вай-фай но это я про опыт дешевого вай-фай скажем больше других организаций маленьких там одноранговая сеть там один роутер который грубо говоря тянет я сейчас еду как раз из этой организации там по сути 10 рабочих мест стоит один роутер kinetic но правда не дешевый самая дешевая серия то есть за десятку он стоит как раз брался с учетом того что он мог на процессорном уровне выдерживать нагрузки потому что все что они пишут в плане рекламы там стула подключение больше это все фикция по одной простой причине что у зюкселя что у тп линка когда смотришь вебинары они говорят наше оборудование наши там вай-фай . готовы поддерживать до тысячи устройств но при этом сразу говорят но мы рекомендуем 10 когда вы строите топологию топологию сети до чтобы максимум было там не более 150 подключений то есть чтобы нагрузка на . был 150 а аргументирую это тем что во первых тем самым мы гарантируем вам стабильность работы тем самым гарантируем вам поддерживаемые скорости которые должна выдавать . доступа и т.д. и т.п. и так далее там подумать но в наших там лабораториях на на чистых стендах мы прям делаем условия что ставим одну точку вай-фай по центру комнаты и в комнате находятся тысячи разных устройств там ноутбуки телефоны айпады там планшеты компьютеры все это грубо говоря долбится на эту вай-фай точку и как бы вроде как она выдерживает но при этом все равно ну ты согласись это какое помещение должно быть и какое должно быть кто это люди должны ну блин как это только если какой-нибудь рок-концерт и ты пришел в центр вот так вот роутер поднял чтобы тысячу устройств был в любом случае любую техпроизводитель устройств не да я понял понял инструмент но как бы должны узнать свой максимум вот они таким образом узнаете ну смотри подожди еще комментарий дополнил вот опять когда они говорят 150 устройства мы вам гарантируем господи ну можно поставить пять серверов у которых будет перетягиваться бы капут как сказали вы попробуйте днем там начать бэкап тянуть у вас вай-фай сеть все упадет как бы не надо 150 устройств опять же уровень нагрузки да на вот валерий да или как ты помнишь да когда он он сказал а задача какая да они периодически делают видео созвоны блин все вопрос решен я делаю видео созвон у меня одна . подключения я там находюсь частном доме где у меня рядом нету других источников может быть не знаю 12 где нет других источников вай-фай и я не делаю это через вай-фай потому что блин я как-то проводил у меня были зависания на роутере и как бы блин на каких-то видео созвонах а это прикинь там весь офис видео созвоны постоянно там делать тоже адская история выше трафика много идет через видео так что тут мне кажется очевидно на твой комментарий первый же вопрос а что у тебя стоит за рот мы все немножко забываем даже у того же тупо линка ну согласно понять разницу ура разницу в устройстве посмотреть и тупо линка есть бесшовная сеть домашнего уровня скажем три точки этого бесшим сети я стал на 500 квадратный дом и все три точки а я эти этот же комплект ставил скажем у меня есть клиент они постоянно ужимаются в деньгах но вариантов не было поставил такой же комплект им в магазине у них магазин в длину там грубо говоря 100 метров ширину 20 метров плюс разделен металлическим незабором металлической стенки да и у них получается одно помещение это магазин где люди ходят товары забирают а второе помещение это склад а в складе еще сделано еще маленькое помещение из гипсокартона там находится офис и вот у меня стоят вай-фай точки в офисе вот это вот маленькая вай-фай . в офисе из стоит вай-фай . в магазине даже 3 вай-фай . мне сейчас стоит на резерве она даже не включена потому что я хотел ее поставить в конце склада чтобы еще захватывать даже эти все это помещение и люди пользуются еще ни разу не жалуются подожди ну ты же вай-фай . соединяешь кабелем нет да да вот здесь вот да вот здесь вай-фай . меня соединены кабель я про что я говорю это же в любом случае ты все вай-фай . будешь соединять кабель нет они кстати вай-фай вот эта вай-фай сеть бесшовно она позволяет соединять между собой вай-фай . без кабеля но если сигнал если два сигнала друг друга перекрывают а если не перекрывает вот так никто не знает не можете до кого дотянуться как ты их объединить нет ты когда расставляешь . доступа ты сам хоть немножко больше там с телефоном определяешь уровень сигнала они между собой могут соединится или нет опять-таки я подключаю вай-фай . для какой цели по кабелю чтобы увеличить стабильность но они в принципе своем технологическом значении имеют закрытый канал для связи только между собой и другой канал для связи пользователь с этим . конец просто смотри будем вот так смотри да вот два устройства это было сказано вот эти вот комплекты домашнего вай-фая стоит допустим 15 тысяч рублей а одна тарелка бизнес сегмента стоит от 15 тысяч рублей то есть она стоит там порядка 20 то есть это для того чтобы понять почему это одна вай-фай тарелку может выдержать включение мне извините уже другие процессорные мощности заложены то есть если мы даже сравнивать с домашним сегментом вроде домашний сегмент также перекрывает видишь какое помещение те говорю мне перекрывают три колонки которые соединены между собой не по шнурку это я тебе живой объект не по шнурку 500 квадратов это трехэтажный дом у которого стены по 30 сантиметров или по 40 даже сантиметров я не знаю с чего сделано спиноблока не спиноблока не знаю но до этого у них были проблемы и самый прикол то что эту вай-фай систему моя заказчица подключила сама разобралась и сама все подключила и они работают вот а здесь мы опять возвращаемся в бизнес сегмент то есть скажем так производитель на вебинара чуть ли не челюсть кладут и говорят то что валерий предлагал это все будет вытягиваться вот и вот не было бы интересно даут реализовать объект почему допустим я понимаю почему заказчик скажем в лице генерального директора компании хочет сделать бесшовный если этот заказчик переезжал хотя бы пару раз он просто представляет вкус и знает что он сетевую инфраструктуру виде кабелей похоронил а согласись подключить 500 рабочих мест это нормально так надо вложиться в сетевую инфраструктуру ну про что я и говорил да что это деньги нужно я я я тебя так сейчас скажу вот у меня сейчас есть объект который я просчитал на меня еще пока не выбрали но я там просчитывал задачу ребятам 150 машин там у кабеля уже получается порядка полтора километра это только кабеля да у юти пешки помимо остальных там других устройств всего и всего и всего и всего и скажем так я видел как когда люди съезжали с офисом когда это вот куча кабелей даже вот на этом объекте про который сейчас последний стал мне даже там если меня туда пригласят мне придется сначала заниматься демонтажом не надо будет разгребать сеть те сети которые там уже проложены и прокладывать свои и я видел на других объектах когда уезжали люди и ты просто залазишь наверх армстронг потолок а там просто бухты кабелей валяются и самое интересное валяется как сказать пачками за каждым собственником остающимся потому что никто не лезет потом за я видел один раз в своей жизни жадного заказчика который заставил своих айти айтишников разобрать всю сетевую структуру на кабеля и собрать весь кабель и мы с этим кабелем будем переезжать на офис и там я знаю пригодился да представляешь вот так кабель-каналы до отрываете сюда буду приклеивать да то есть но не там все было без кабель-канал потому что там по потолку а потом кабель-канал нет а именно всю витуху да всю медь заставил их собрать а пригодилась потом из этой медиа процентов 40 что ну потому что кучу кучу порезанных кусков которые нельзя куда приладить а у тебя линии допустим 80 метров но минусы вай-фая вот из того опыта что я имею и бешевну и так далее вот даже сегодня уезжал клиента нам тоже достался офис там непонятно какие розетки и ты не перебиты я все равно себя заставил найти канал и подключить сервера на шнурок почему стоит он старенький как бы относительно даем там восемь лет вот он стоит вроде есть вай-фай все работы а мы сегодня просто активно занимались там яндекс диском постоянно шла синхронизация все почему по каким причинам что ему с пределом было непонятно ну а когда я подключил на шнурок да тут все гигабит у тебя стабильный железный гигабит работает все отлично вот потом какой есть еще отрезал заказали моего коллеги так что трогал сказать что какой есть еще а не он сын из опыта моего коллеги они раскрутили короче бесшовный вай-фай на юбиквитик что ли и столкнулись тем что у айфонов последней версии какие-то свои сики в плане безопасности и по 3 и короче они в айфоны отказывались соединяться с этой дешевую сетью на самый прикол как ты понимаешь у руководителей таких организаций как правило всегда айфоны последней версии и они больше всех топают ножками кричат и плюются слонями у меня была такая ситуация в школе бокса у меня хозяйка бизнеса покупает себе новый айфон и короче не может подключить моей бесшовной сеть а ну а я только недавно построил три месяца назад сам понимаешь да оборудование все свеженько все красиво а потом полез разбираться были наказывается у этого последнего айфона подключение через выпад 3 а у меня везде был настроен по 2 мне пришлось всю свою систему обновлять обредить прошивку видов на больно понял и по 3 и только после этого ее долгу на iphone смог подключиться это опять минусу к этим айфоном маком и всем остальным задолбали ситуации больше всех 7 кеморроя и сушники как бы работать и работать дальше есть такой еще немаловажный нюанс который никто не озвучивает и не говорит за редкость ребят есть вай-фай . она так и своих печи может выжигать по своему пути все что угодно но есть приемник и приемники меняется от модели даже у айфонов есть приемники были даже какие-то приколы из какой-то серии айфонов у них было не очень удачно расположение антенны и они плохо ловили вай-фай сигнал также допустим разные устройства у меня есть даже тоже пример у заказчика которую я до самом начале когда он начал ко мне обращаться я им купил ноутбук а потом мы перешли а ноутбуки lenovo и вот этот хвп он построен на самых дешевых технологий и на самом дешевом и он когда я смесь переместил этот роутер кинетик в другое помещение перестал говоря с ним взаимодействовать постоянно начал отваливаться потому что его мощности не хватает именно модуля который стоит ноутбуке не хватает для подключения к раздатчику и вот эта ситуация очень часто и возникает вот эта проблема особенно когда у нас в компании с вами 200 машин все были куплены в разное время у всех разные радиомодули плюс у нас здесь еще нагрузка идет телефоны телефоны тоже у всех разные радиомодули от модели к модели тоже меняется даже тот же там samsung там huawei xiaomi без разницы и тоже меняется из-за этого у нас уже с вами как бы начинаются всякие приколы что стоят два телефона вот у меня был такой прикол мы стоим у меня samsung у меня все отлично ловится стоит человек с huawei у него не ловится понимаешь вот такие были приколы ну то есть у него ловится не на том уровне сигнала который должен выдавать который выдают . вот это у тоже опыт по поводу вайфай сетей бесшовных и не бесшовных понял спасибо надоел да да ну чё есть еще что сказать да просто там люди уже руки тянут все 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 я отключаюсь все так давайте тогда тут пишут уже 20 раз было произнесено бесшовный вайфай что это такое и так далее да правильно сказали что это когда ходишь по этажам и не переключаешь в чем суть я был как-то тоже на отдыхе и в одном ну что вы понимали отели короче ты заходишь туда там на каждом полуэтаже свой вайфай не знают допустим отель я не знаю просто отель да назовем и у него на ресепшене вайфай отель 2 у тебя в номере вайфай отель 12 в коридоре вайфай это отель 50 вот это разные точки с разными названием вайфай сетей так вот бесшовный это когда у тебя вайфай называется одинаково то есть ты на ресепшене авторизовался вайфай точки отель и ты пришел к себе в этот в номер у тебя точно такая же там . . везде просто устройство меняются и они просто считаются повторителями ну по крайней мере как я это понял павел наверно потом обычно это пару секунд ну да я так понимаю что для человека это незаметно с тем же допустим ну я не знаю ютубом да потому что часть контента youtube кэширует просто пока вот эти две секунды проходят ты смотришь кэш а потом он возвращается и для тебя это как бы по сути и незаметно так давайте по очереди вижу павел добавлю 5 копеек 5 копеек просто добавлю это просто удобство военгел что слова бесшовный как там сегодня начать писали это все ну как бы условно в кавычках это все все прекрасно понимает реально какая ситуация происходит у тебя стоит контроллер у тебя стоит вай-фай точке а а ты перекая перемещаешься ты же постоянно передаешь сигнал до технического уровня и у тебя сами точки определяет когда тебя отпустить а когда тебя уже перехватывает . 2 ну и соответственно а удобство заключается как тут описал ситуацию что у тебя нету а тебе не надо переключаться между двумя-тремя точками для каждой точки еще водя свой пароль и так далее так следующую руку у нас там сергей все руки подымал я хотел добавить да вот смотрите я вот у себя тоже поднял вот этот бешеный но вай-фай на кинетика у меня то есть качестве контроллера выступает kinetic beyond а уже по тажам я уже разместил точки kinetic кошки это тоже уже как бы более ну не дешевый вариант в принципе я все разместил вот и у меня некоторые точки прямо через полу ек отключается потому что мне так удобнее а некоторые . просто в розетку воткнул и то есть он меня включается к соседней опешке и передает дальше ну то есть делать вот зон покрытия принципе да там вот эти ну незначительное время переключения там где-то пару секунд это только при своре того что у тебя должна полностью сильно потеряться от первой опешки и тогда он уже переключает на другую опешку а не то что там ну уйти куда-то и он уже переключает и когда вот минимальный сигнал я лучше не переключил там да там получается падение скорости практически до нуля а так-то принципе скорость но адекватные нормальные то есть вот иностранцы не жалуются они постоянно все с видеозвонками ну да там а звони то еще куда-то какие проблем нету то есть не с видеосвязи ничего и их примерно около 50 человек вот я даже посмотрел сейчас данный момент где-то около 50 человек в принципе все нормально все работает но нормально слушаю вот а так-то да эти опешки лучше подсоединять именно поводом ну вот моя школа мне еще понравилось то что у них есть поддержка пау я а так как у меня везде камера стоят я прямо с этого уже самого мутатора я и человек опешки то есть никаких не блоков ничего нет у меня после воткнул и все работает и дальше уже но добавили все на контроле а что посетить скажу да что лучше когда очень много клиентов все лучше подсоединять оптикой и желательно делать как объяснить деревом делать то есть от центрального коммутатора и желательно тащить уже по блокно до узлов и уже от узла уже тащить битвухой но без промежуточных ты имеешь ввиду устройств да 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 без комментируточных и уже ставить в центр ставить лучше нормальный камбать прямо самый дорогой коммутатор вот тот который поддерживает скорость 10 гигабит если вот эти ящики уже делать на 10 на 10 гигабит потому что на гигабите у меня уже просто не хватает скорости должны очень много вот и и когда я же перешел на 10 гигабит уже вот эти все узлы у меня уже хоть ну сетку уже стало в принципе и задержек стало меньше и скорость передач уже ну прям уже прям живая стала вот я передал годом еще один ящик переделал и стал еще лучше даже и по задержку и по скорости ну грубо говоря у тебя между шкафами по оптике идет обмен информацией а между уже шкафом и конечно и ну не знаю рабочей станции там уже по этому как повитой паре нет 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 и так сильно ли у тебя до камня до клиентов даже доходит оптика у меня грубо говоря не то что между шкафами оптика идет у меня от главного коммутатора идет уже прямо было окно до ящика а дальше от ящика уже клиентам идет уже вид уха ну вот я про это имею ввиду но смысле между контрольными я имею ввиду между шкафами то есть где у тебя стоит сетевое оборудование я просто когда рассказывал как я делал монтаж с кс в здании и у меня как-то спрашивали а как вы делали где рассказывал что у меня между этажами оптика была по этажам непосредственно до рабочих станций уже это у меня спрашивали нафига это надо но это вот нужно как раз той точки зрения что когда человек со второго этажа у с третьего этажа хочет что-то отправить человеку на первый этаж если все это будет идти по как он по этой паре между этажами это будет большая нагрузка потому что многие хотят с третьего этажа передать на первый поэтому между вот именно сетевыми устройствами оптика чтобы расширить канал связи там уже непосредственно от устройства до клиента уже кстати кто-то может быть там расскажет вообще дома или кто-нибудь подключал вас переводят провайдеры на оптику или нет потому что но я был очень удивлен когда заказывал этот интернет и утро столиком говорит а мы сейчас типа напрямую оптику кидаем я такой нифига себе нормально и причем оборудование какое-то то есть не какой-то т.п. линк или чё-то мы видать они уже но кстати по оборудованию мы тоже сегодня планировали поговорить то есть прям это нет какой я знаю потому что я потому что сеть строил в этом городе погонится это называется сеть запон оптика до дома она приводится если перевести тот на русский язык тот получается гигабитная пассивная оптической сеть вот и там да и там идет прямо в урок но прямо со станции дополненты идет и сейчас уже многие вот во всех уже городах это будет так вот специально править у вас великом а это то есть почему до вас это очень долго дошло у нас уже моем регионе как я просто никогда просто сейчас что-то подключал новую точку поэтому хоп такая история просто в частном доме жила там там только по оптике там по-другому ну либо эту нет вот у меня вот тоже одна идея есть вот я все после могу до друга доехать попробовать у себя на предприятии сделать вот на потолу тоже сам технология там она принципе подставят там станция стоит из ауте это как бы мутатор третьего уровня с поддержкой ногти и дальше идет он тишь на устройство у меня есть даже четыре роута у меня есть обычные для утешек а вот или на них уже ну просто ну сделать у меня оптика в каждом каждом комплексе в каждом здании каждом ящиками свободу в окно и и все уже сделать это вот ну попробовать понял понял так ладно спасибо тебе за твои комментарии идем дальше у нас николай там но я так понимаю николай хотел задать вопрос типа объясните бесшовный этот да просто хотела чтобы кто-то может быть немножечко по более подробно и дался в детали соответственно и соответственно и стерковые и и другие которые возможно отличают за это я вам может быть не сильно следующий в этом но он был бы крутым слушать павла и вот знаю как там просто с точечка маленькой стоите человек ну вот а так я хотел добавить еще по поводу стабильности проводной сети потому что иногда бывает в резюме который ты сделал иногда бывает так что просто смотришь все еще зависит от кабеля который кладется иногда бывает что это даже не медный кабель его сечение его чуть не с человеческий волос и я он не экранированный я услышал там идики так и так вот я думаю это же просто не экранированная обычная пара там если там молочки иногда такие кладут и я такой думал доли силовых кабелей а сама сам этот кабель он совсем может на лодке вы если плохо скрученный делать а уж если ты его вообще в рядом с электрикой кладешь то самому как бы велел и к экранку класть ну то есть тут все тоже еще зависит от качества толщины сущения как ну согласен это уже в любом пункте можно найти какие-то дополнительные там истории просто если рассказывал что в общем так то надо да и момент как бы и как момент из жизни вот у них там они нам жаловались с проблемой с потоковым видео я такой думаю но все понятно у вас же все папа вай фай и такой и и в реальном времени картинка на экране телевизора и такой просто вот звонок на дэк телефон и сразу моментально картинка сыпется и звук про вывод это это то и то есть ну вот ребята вот вам прямая связь говорю это вай фай очень много факторов может плохо экранированная микроволновка дэк телефон и прочая хрень которая просто в любой момент все молчу ждем экспериментов экспериментальных юзеров которые объясняют нам конкретно что что нам предлагают такое понятие как бешфорная сеть спасибо так павел давай твоя очередь добрый вечер коллеги слышно ну у меня будет немножко во первых информации потом задуманной информации потом долгой информации если готовы терпеть придется потерпеть послушать начнем с простого да начнем с простого что бизнес это про стабильность в первую очередь а удобство и прочие чудеса во вторую поэтому если разговор идет о стабильности то вай фай это не про стабильность это вай фай это вынужденная мера там где и без этого нельзя где без этого нельзя бизнес-центры гостиницы где у вас постоянный поток сменяющихся абонентов которые непредсказуемы и от вас не зависит ни по оборудованию не по количеству не момент по месту положения если это например какой-нибудь там складах где перемещаются электрокары и сотрудники с терминалами сбора данных где ты каждый за каждым не потянешь кабель ну принципиально ты не будешь оттянуть кабель со скоростью 60 километров в час по складу вот и за каждым сотрудником сверху проводочек не потянешь поэтому хочешь не хочешь там это вынужденная мера с этим приходится мириться это не от хорошей жизни так получилось поэтому туда ставят радиоканал это понятная мера там и сто пятьдесят и тысячу квадратов и 300 человек и 600 человек и сложные условия по материалам и радиообстановки ну то есть это это понятно там понятно по бизнесу откуда если у человека просто блажь а давайте мы сделаем все на вай-фай просто потому что проводочкам не хочется понимаю с точки зрения экономии пока не начали считать а когда начнем эксплуатировать то прослезимся трижды потому что на первый взгляд кажется хорошая идея купить там 50 точек доступа расставить их и сказать поехали щелчком пальцев там что там их наступать так фигня вопрос за вечер управимся там это в розетку включил все работает она как-нибудь сама потом выясняется никак она сама вас по себе вот вдруг хорошо не работает работает она как как угодно как повезет простого тут прозвучало несколько вещей про точки доступа которые между собой соединяются образуя одну непрерывную зону покрытия в автоматическом режиме как бы классно звучит замечательно звучит казалось бы все магия физики все само собой и и вот это никаких затрат на практике это означает что у тебя либо точку доступа вставлены два комплекта приемника и передатчика который один задействуется для общения между точками а второй задействуется для общения клиентами вокруг то есть половину времени мы слушаем эфир половину то что настройки и с двух точки это один вариант решили как александр разуме гораздо более частый и более дешевый вариант а давайте мы поделим время работы одного передатчика и приемника пополам условно сделаем два виртуальных приемника и передатчика часть времени мы будем работать на общение между точками от времени мы будем работать на обслуживание клиентов вокруг то есть половину времени мы слушаем эфир половину то что на слушали отдаем соседям и слушаем от соседей то есть условно мы ту пропускную способность которая была поделили пополам а если в реальности между этими двумя переключениями обязана быть задержка то есть мы не просто пополам а еще внесли туда какую-то задержку до первой фазы и после первой фазы потом до второй фазы и после второй фаз соответственно мы часть времени эфира взяли и нецелевым образом выкинули и в результате не просто пополам получили а там условно говоря 40 процентов от возможной пропускной способности мы таким методом съели ну то есть оставили не съели оставить а если бы эти точки подключили проводами то у нас не было бы необходимости делить время приема передачи пополам и весь эфир который они могли бы обслужить они обслуживали бы сами собой а так оказывается что мы ради того чтобы не тянуть провода заплатили за это падение пропускной способности например у микротика есть специализированные домашние точки которые имеют два комплекта передающих устройств один из комплектов работает на частоте там 2 4 и 5 гигагерц а второй на 60 гигагерц который в пределах дома добивает пробивает там и так далее и скорости там гигабитные ему совершенно спокойно по зубам потому что 60 гигагерц это это 60 это даже не 5 это специально спроектированное решение для обеспечения подобного режима работы к нам пози дорогой ну я не смотрел их ценник но вопрос о технике то есть это технической реализации как это делают да это можно сделать но все чего-то стоит если вы хотите дешево и потратив да вы получите там четверть или 40 процентов от реальной пропускной способности вашего окружающего канала вам становится вопрос что все работают на единой частотной на едином частотном ресурсе те же 5 гигагерц они не бесконечные они шире чем 2 и 4 но не бесконечно и количество каналов которые там работают она тоже не бесконечно там ситуация лучше чем на 2 и 4 просто 5 гигагерц бьет ближе это значит что меньше окружающих фоновых шумящих предметов будет влиять на вашу передачу данных это значит что можно больше точек разместить рядом и они будут меньше мешать друг другу и каналов передачи в отличие от 2 и 4 там больше это значит что можно развести большее количество абонентов на большее количество каналов эти абоненты не будут постоянно орать они будут с какой-то периодичностью то есть у них в рамках этого канала можно поместить на одного абонента двух трех четырех они будут успевать потому что скорости работы 5 гигагерц выше и частоты выше и соответственно время передачи меньше то есть емкость в количестве абонентов у пяти гигагерцев стала выше и создается впечатление что мы тут 150 человек воткнем и будет все зашибись да можно в тестовой лаборатории натыкать тысячу классных специально настроенных устройств стоящих по кружку вокруг тестированного устройства включить их всех одновременно и получить красивую картинку с тестом которые потом можно предъявлять на презентации но в реальной жизни приходит вася пупкин у которого старый телефон nokia у которого старый вай фай и он подключается к сети а он же пришел со своим телефоном и муж никто этот телефон не выдавал и вдруг оказывается что скорость работы всего сегмента сети куда он подключился зависит от скорости работы в асиного телефона даже самый быстрый там а x6 вдруг внезапно оказывается на скорости самого медленного устройства в этом сегменте и оказывается что придя с разным оборудованием в кармане подкручившись к сети предприятия вдруг ты можешь положить работающую сеть ну просто потому что твое устройство начнет работать медленно это известная штука когда устройство формата 800 11b они работают на 2 и 4 герца а также так на работает же м вот эти стандарты они по частотам одни и те же но у них время работы разные и как только появляется абонент формата б все н и же тут же начинают дико тормозить сеть падает и начинает медленно работать для того чтобы обслужить абонента формата б то же самое песня на 5 герцах там есть старые форматами старые абоненты там это все тоже присутствует то есть чудо не случается ты не можешь сказать вася ты к нам не ходи у тебя телефон не той системы или ты перед тем как заходить ты телефон выключай вот а мы тебе будем на входе выдавать другой телефон но потому что твой телефон это он у нас тут в сети шумит сильно вот то есть в этой ситуации все не так радужно как красиво расписывать потом 400 устройств 400 сотрудников каждый придется смартфоном как минимум а в некоторых случаях еще и с двумя это значит что эти 400 превращаются плюс 400 абонентов 800 а там окажется принтеры а у некоторых еще не по одному то есть 1200 устройств как с куста и все они будут ходить же хорошо значит ходить они начнут по этажам перемещаясь до сюда поскольку перемещаясь к теме что такое бесшовный роуминг и как это работает значит представьте себе сеть gsm телефоней у вас есть терминал телефон есть базовая сеть оператора телефон с сим карточкой регистрируется в сети оператора оператор говорит о вижу сигнал этого терминала на базовой станции такой-то регистрируем сети рядом стоящие кто видит я и я базовые станции рядом смартно смотрят о рыбку у меня сигнал от него лучше и так загружен нет нет хватай его команда терминалу переключиться на работу с базовой станции такой-то терминал горит есть и переключается едет человек в машине у него дрейфуют базовые станции одна за другой он посылает сигнал я тут я тут я тут контроллер оператора сидит и говорит сейчас будет подъезжать вот будут в той из нас ты будешь обслуживать его в следующую секунду умная ты сейчас будешь ехать ты это сейчас переключишься на базовую станцию такую-то и он подъезжая переключается на базовую станцию на базовой станции с контроллера уже прилетела информация этого авторизовать этого можно он у нас в сети карточка проверено все хорошо не надо повторить ему авторизацию что у нас в этом плане с вай-фай свои все плохо все стандарты включая к в.р. и прочие там 6 версия вай фай этого всего не содержит принципиально не содержит чем отличается gsm от вай фай том что принимает решение о том куда подключаться и кто будет его обслуживать конечная точка сама это значит ей могут предложить рассказать как рассказать куда но куда она подключится мы не знаем она это сделает по своему разумению как ей захочется как прописали ее производители она может цепляться до последнего за предыдущую точку доступа пока но она же работала а то что у тебя там уровень сигнала сильно упал да хрен с ним она же работала то что рядом стоит другая . поступать с лучшим сигналом плевать согласия говорят переключайся на другую плевать тебя отключили . доступа с контроллера получила команду плохой сигнал выключаем тебя отключили он будет долбиться на эту старую . да секунда-секунда паш добавлю просто я когда тоже ухожу допустим из дома у меня тут подбешивает порой ухожу из дома и мне нужно вот по пути что-то там я не знаю открыть или что-то я слушал душ я понимаю что вай-фай пропал у меня он как бы в телефоне еще отображается и как бы но он уже должен понять что нет вай-фай я ушел оттуда но вот как ты говоришь он продолжает долбиться типа да не наверное мне показалось и он раз вот наверно 5 так долбится долбится пока я уже подальше не уйду или сам просто специально не вырублю вай-фай чтобы он переключился уже на мобильный интернет он все что-то пытается пытается потом ладно вот согласен с тобой в этом смысле что ну по идее уже то же самое может переключение между . что происходит в этот момент а в этот момент в сети вай-фай мы получаем абонента который ушел далеко для того чтобы его обслужить сеть вай-фай пытается во-первых услышать во-вторых покричать погромче забивая окружающих абонентов ожидая подольше а вдруг этот товарищ еще не так совсем ушел бы им это подождем ну ну не мог уйти но где-то рядом может вы сама . доступа тоже больше начинает в сеть кидать сюда да да если ей не указано там условно говоря на микротике есть предельный уровень обслуживания абонентов я могу абонентов у которых уровень сигнала упал ниже чем на уровне точки доступа отрезать то есть ты отошел дальше чем уровень упал дальше чем все . сказал что я тебя забыла все мы с тобой не дружим вот контроллер наверняка может поступать также он может сказать пацаны там он следующий придет вот он он у нас авторизовывался вот поэтому вы его примите так может поступить там к к в и r это стандарты которые позволяют ускорить переавторизацию и предложить варианты ускоренной авторизации в рамках действующей сети это позволяет быстрее переключиться на другую точку доступа при миграции по этажам там от точек кто но это никак не заставляет конечное устройство переключиться на конкретную точку доступа то есть мы как оператор контроллер можем сказать своим точкам доступа пацаны сейчас там придет вот этот его переавторизовать не надо проведите с ним это беглую беседу что ты это ты вот он правильный вопрос ответит правильным ответом значит это он и продолжайте с ним работать не надо проводить длительную переавторизацию с обрывом связи с ожиданием чем это чревато когда ты мигрируешь с точки и переключаешься на точку в обычном режиме у тебя должна пройти полная процедура переавторизации забываются все твои security забываются пароли сеанса связи с конечной точкой и у тебя заново происходит ты представляешься я хочу в сети такой-то выдайте мне сеансовый ключ и который будет заниматься шифрованием мы сначала договорились проверили пароли потом сеансовый ключ шифрование сгенерировали общий вот потом дальше мы переходим с точки на точку и начинается все то же самое мы снова представляемся мы снова получаем сеансовый ключ это потенциально быстро но в этом случае происходит обрыв соединений а что такое обрыв соединений ну например у тебя есть сссх соединение с или htps соединение с банком в этот момент и с точки на точку перепрыгнул и мог получить совершенно другие настройки обрыв будет воспринят как обрыв соединения с банком в рамках которой вклинился кто-то другой это man in the middle вариант атаки поэтому тебя тут же сбрасывают и начинается повторная период переавторизация на банковском ресурсе потому что ты попал в другую сетку которая был не это не непрерывный поток связи у тебя был перерыв который мог свидетельствовать о том что кто-то вместо тебя подключился от твоего и это может быть в виде подвисаний и потерь пакетов при аудиозвонках это не будет видно на сайтах потому что как правило это все кэшируется и вы этого не видеть это не будет видно при трансляции видео но если уж совсем жесткое переключение не происходит но как я говорил что видео тоже кэширует и часть ты все равно видишь но с аудиозвонком у тебя 20 миллисекунд время которое там в буфере и ну вот она 20 миллисекунд передали все а дальше а дальше следующего в буфере нет ты не знаешь что ты скажешь потом микрофон не знает что ты скажешь нечего каширу соответственно нельзя заранее набить буфер а потом передавать по поводу мессенджер они рассчитаны на работу в сетях с большими задержками с потерей пакетом и так далее там компенсируется это все дело задержкой между реальным вопросом и реальным ответом и буферизации то есть мы взяли какую-то часть запуфизировали из какой-то задержкой просто передаем для тебя переключение и прочие провалы не слышны потому что она передается из буфера и вроде бы как для тебя это все непрерывно на самом деле там точно так же все это дело рвется все точно также подвержена проблемам если связь пропадает начинаются и бульканье и обрыв то есть не случается потом есть такое понятие как раунд 3 тайм для пакетов ты себе это время путешествия пакетов от посылки до ответа когда у тебя вай фай у тебя в пределах твоей локальной сети вполне может быть один или одна миллисекунда 2 миллисекунды 10 миллисекунд 100 миллисекунд ты пошел куда-то или там где-то пошла какая-то помеха вот и у тебя время 100 миллисекунд это round trip time влияет на реальную пропускную способность и сепи соединение и вдруг оказывается что на вай фай скорость реальная передачи файлов сильно меньше чем на гигабитном или даже 100 мегабитном канале и связано это с тем что тысячи пакеты идут с большой задержкой они идут они приходят все но они идут с задержкой там 100 миллисекунд 50 миллисекунд 20 миллисекунд она не 1 2 миллисекунды не десятые доли миллисекунды как на гигабит и 100 мегабитном смысле и на десятки вот и на это дело при передаче файлов очень сильно реагирует когда ты передаешь по tcp большие объемы данных например резервная копировать и когда ребятки начнут с этим реально работать к века ты гоняешь маленький файлик вроде бы так ничего когда ты гоняешь у себя там под боком ничего а когда ты вдруг по вай фаю зашумленной сети начнешь гонять куда-нибудь за вот тут окажется что все это работает очень 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 плохо ну это это если вкратце поэтому провод должен быть если мы разговариваем о бизнесе то право должен быть вай фай только там где действительно надо они вообще во все места куда только можно ну яблочная техника это вообще отдельная песня там я я небольшой любитель поэтому как это спишем на индивидуальную непереносимость вот поэтому и если вкратце то вот так спасибо эту информацию так идем дальше тонусом александр уж подумал или уже ответить на можно будет говорить вечер добрый я вот первый день как сегодня вашему попал вот всех привет павел много моментов сказала важных очень интересных просто между как бы его вот этими такими как сказать маленькие моментами хотел важный культом как бы моменты такие подогулять вот пока не забыл 1 этот техника apple вот мы с apple сталкивались с такой проблемой когда мы делали относительно большие проекты по вай фаю и у нас процентов 60 пользователей было яблочников короче и потом когда мы сделали сеть скажем с авторизацией через интерфейс или по каким-то ваучером то у нас яблочники все отваливались вот важный очень момент потому что очень мало кто знает мы дошли до apple мы не могли понять мы думали что у нас сети кривые а сети мы делали на разном оборудовании вот оказалось apple имеет в прошивке такую особенность если ты работаешь через открытый вай фай если соседи не имеет пароль а вот и ты возвращался по открытому ссиде а потом авторизовался внутри сиди уже допустим через в интерфейс то при блокировке экрана вручную либо по времени когда экран блокируется вся яблочная техника отличается от вай фай вот этот момент знаете потому если вас сейчас отваливаться как бы то знаете что вам надо просто поставить пароль на соседи все будет нормально вот это один момент такой вот есть второй момент что значит самом начале когда стали за вообще теорию вай фай самого что надо не забывать что вай фай всегда сделан так что мы касается сама сама только до держит клиента максимально и соответственно пропорционально на ему сбавлять скорость если человек уходит далеко а ну вот и соответственно скорость будет у всех клиентов по самому слабому дальнему пользователю вот этот момент надо всегда не забывать как бы вот это и делает собственно контроллер либо в микротиках это прописывается уровнем сигнала как вот есть типа вот band steering тот же допустим технологии или по уровню сигнала допустим скидывание людей с точек потому что вай фай начинает максимально обслуживать как бы делать для обслуживания клиента сокращает ему скорость там до пол мегабита там 200 300 мегабитов мир но чтобы человек не потерял связь хотя у него уже две тридцать следующие точки есть которые его видят хорошо могут обслужить но соответственно если есть понятие как без среди это как бы ассоциированный mac адрес точки который ваш клиент подключен даже если вас куча будет рядом точек с таким же сайди но у клиента прописан макс которым он работает все он подключился к точке доступа со временем оком если этот маг его не сбросит или контроллер это не сделает то он будет на нем сидеть до конца вот еще момент хотят насчет роуминга да все таки мы называем это роуминга на самом деле это феновер потому что роуминг это когда мы иммигрируем с одного из среди на другой более-менее бесшовно это можно сказать роуминг когда мы вообще с одной сети одной компании грубо говоря подключаемся бесшовно к другой сети другой компании когда мы работаем внутри одного и соседи это все-таки хондовер вот это один момент и для хондовера из технологии как бы ркв я скинул небольшое видео по теории что такое вот но опять-таки решение вай фай сети принимает в отличие от мобильной сети допустим вай фай сеть не принимает решение устройства соответственно из кучи таких вот типа как к и в технологии которые предоставляют информацию клиенту о том какие есть люди рядом не люди а точки рядом которые могут тебя обслужить вот либо допустим предоставить информацию что рядом вещается такой же сзади с этими же параметрами допустим в 5 гигагерц и как бы человек может переключиться ради более высокой скорости чтобы 2 и 4 гигагерца не грузить диапазон как бы это вот технологии байн стиринг вот но все это по сути костыли как бы понятное дело все ждут нормальных эндовер полноценный но пока так сказать принцип вай фая сохраняется что принимает решение решение клиента подключение или переключение вот и вот важный момент павел тоже сказал насчет наличие авторизации да что вот в микротиках это прям явно есть что когда ну как бы явно это просто прослеживается что если человек авторизован внутри сети на каком-либо сервере авторизации да то переключение происходит там но почти молниеносно там вот просто сказать время простое получается это вот эфирные эфирная очередь допустим грубо говоря там 20 миллисекунд или 50 миллисекунд смотря у кого как вот а если правда происходит переключение то каждый раз клиенту надо объяснить что он имеет право что у него есть пароль что знана заново надо ключами обменяться и так далее конечно когда вы авторизованы внутри сети на каком-либо сервере нежелательно что точки об этом знали как это сделано в том же не файл от и биквити да тогда конечно все происходит относительно молниеносно вот но там есть косяки с это в принципе у всех с 802 11r стандартом потому что fast roaming пока очень мало кто поддерживает и вот соответственно если в этот стандарт включаете в сети то процентов 90 бруда него созвалится как минимум принтер это точно как бы из такой тоже нюанс как с техника apple иметь ввиду fast roaming пока что далеко поддержать не все как бы можно кучу клиентов потерять и не знать в чем дело а вроде вы улучшали хендовер но как бы столкнулись такими проблемами ну коротко пока все если что-то буду рад помочь кому-то спасибо большое за дополнительные уточнения так в очереди александр у нас или все дополнили все ответили что ты хотел дополнить да не доел зачет хотел да уже забыл но смотрите по поводу павла то что задержки я короче перегонял большие файлы и в параллели у меня другая копился по шнурку новую скорость приблизительно там самый если нормальный вай фай модуль стоит грубо говоря в ноутбуке в современном пусть я современному будет нормальный вай фай модуль то в принципе . вай фай которая стояла и могла выдать там по сути максимум она его и выдавал вот это не сколько я нес я не спорю сейчас павлом а то что бывают эти задержки коллизии все страны но современные реалии таковы что скажем так производители устройств вай фай тоже на месте не стоят и и я согласен спал что вай фай надо стоит там где это необходимо лучше все станут там соединить потому что даже такой же есть прикол у меня с киосерами был не мог понять в одном месте просто в этом академии стоял киосер вай фай все работает все отлично блин эта скотина засыпала и периодически просто обрывал вай фай соединение и чтобы опять соединиться надо было подходить к аппарату выводить его из лучшего режима нажать кнопочку чтобы он проснулся да да перезагрузиться и только тогда он опять схватывал вай фай сеть и как бы работу вот это первый момент опять таки провел кабель соединил на кабель все стало замечательно такая проблема ушла плюс на некоторых контроллеров более-менее умных также вай фай . есть такая ситуация что вы можете поставить пинги и грубо если вай фай . вам не отвечает за какой-то промежуток времени она автоматом перезагружается это такая же тема как вай фай камерах есть особенность у вас уже моветон по сути выключать вай фай . через блоки питания в бизнес среде конечно же все это делается через боя свечи и через контроль соответственно у вас все это уже более-менее как-то на автомате плюс есть момент такой что в современных реалиях у вас есть веб ну как не веб-интерфейс а приложуха в телефоне и вы даже можете сойти через приложуха в телефоне на контроллер по вай фай точкам и все в этом духе или через веб морду с любой точки мира также сойти если вы подключили этот функционал на контроллер сейчас это становится таким более-менее удобным инструментом управление вот чуть хотел добавить из опыта в принципе все подзабылась половина хотел там тоже комментироваться но к сожалению мы не можем одновременно поэтому надо сидеть записывать на лис . или блин лишь ты постоянно же у нас на это на мобиле сидишь так сидел бы за компом или венте вопрос возникли чего-нибудь дополнение текстом написала потом чтобы не забыть зачитали его так 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 ну тут вроде у нас пока в эфир никто не это давайте пробежимся а знаете что хотел спросом мужики просто хотел это извини что перебиваю он хотел это сделать до созвона забыл со своих проблем а реально что хочу сделать если так получится не забуду утопы лента более-менее нормальная адекватная техподдержка даже по телефону я хотел позвонить в тп линк и обрисовать им эту задачу по поводу вайфая и проконсультироваться что они могут посоветовать и все в этом духе и вообще вот эту тему как бы с ними проживать чтобы на видео сосуде сказать поэтому если вдруг у меня все-таки получится пообщаться с техподдержкой тп линка так как она мне ближе да и с ними я уже общался я потом постараюсь это сделать либо видео сообщением либо аудио сообщением либо каким-то текстовым кратким сообщением для того чтобы можно было там добавить тот же вот это видео твой если ты даже на youtube выложишь это видео там где-нибудь в комментариях добавить вот эти вот комментарии скажем от производителя вот так ну давай посмотрим ну это я думаю такая информация будет всем интересно в принципе своем как бы как опыт почему бы и нет так что я вот так вам скажу я вот так вам скажу на последнем вебинаре и пылин говорил уже у вай фай си и мой версии он говорит просто у нас было у вас в россии это не запускать потому что не дает радиочастоты он говорит то что у час есть вай фай 6 версии это продавили то ли в том году то ли в позапрошлом году еле-еле через наши вот эти все органы не хотели на самом деле в россии вай фай 6 впускать продавили вай фай 6 сейчас типа продавлют вай фай 7 но говорят с большим большим скрипом я думаю ведь не просто как это все появляется а мощности уже совершенно другие совершенно другие скорости все отключится ладно ага поехали по вопросам тогда вот пишут а если надо понимаю тема такая что на каждом этаже кабель у вас идет каждому кабинету каждому рабочему месту а что если 30 у вас кабинетов и проводить не 360 там про не 300 600 проводов до абонентов а по проложить всего 30 в каждый кабинет по кабелю там установить коммутатор и к ним уже подключать кабель от компьютера да интересная история но здесь вы получаете падение скорости когда из одного кабинета на третьем этаже захотят человек обменяться информации с другого кабинета на первом этаже все это дело у вас будет идти по витой паре а если сразу 10 человек захочет то есть у вас сокращается ширина канала именно поэтому я и говорил если вы сделаете на каждого кабинета будете кидать оптику а там будете на коммутаторе расключать тогда нормально а если витой пары но считаете у вас здесь кабинет будет сидеть на витой паре с максимальной скоростью 1 гигабилит если все ломанутся сразу куда-то на самом деле люди еще не понимают тема что когда ты ставишь в каждом кабинете по свечу а у тебя допустим 500 пользователей это падает твоя скажем стабильность работы потому что начинаешь зависеть от этих маленьких устройств а во вторых как бы по хорошему по качеству если ты хочешь сделать все по феншую то ты должен ставить как минимум эти свечи там второго и третьего уровня а если ты ставишь такие свечи то извините это уже не стоит вам по тысяче рублей за гиги и тогда получается рентабельно спадать свое удовольствие и никто так не делает и всегда люди стараются точку-точку сделать есть серверные от сервера привести кабеля и уже если крайний случай то между этажей ставится ящик который соединен как антон и объяснил оптикой от этого ящика уже растягивается до клиентов поэтому нет это не вариант в 30 кабинетов завести по свечу это как показал практике так себе удовольствие да то что чем больше у вас в линии есть промежуточных сетевых устройств тем больше вероятность того что это сетевое устройство может заглючить или что-то типа того я лично так использовал в ситуации когда быстро нужно подключить какого-нибудь в кабинете еще одного пользователя принтер или что-то прокладывать кабель нет времени нужно быстро что-то блин да воткнул какой-нибудь там старенький дряхлый роутер подключил и все нормально потом в идеале лучше проложить еще одну линию ну как быстрый вариант решения вопроса это да но так чтобы в каждом кабинете все вот это настраивать из кучи таких сетевых устройств то нехороший вариант так приехал какой-нибудь доброжелатель в офис включил вай фай заглушку да и сеть упала согласен а как же мэш не знаю что такое ну мэш это просто название беспроводной сети просто маш технологию сейчас мы сокращен от названом мэш а так по сути это и есть мэш вай фай мне казалось что это как вот раньше была шина то есть как вы сказали точка подключается к точке и до следующей . другой . мне казалось это примерно так то есть точки общаться между собой по беспроводу я так понимаю да 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 ребят точки общаются между собой по беспроводу по отдельному да да вот мне это не нравится момент когда грубо говоря старая технология шины как у нас была на как сяги вы имплементируется внук современной технологии это я не считаю хорошим тенденцией тенденцией я закопил один момент если позволение последний документ не понял если честно ну он все включаясь не мешает насчет мэш хотел бы добавить и момент как бы я сталкивался с двумя вариантами как бы есть понятие мэш как радио uplink для точки которая не имеет проводного подключения вот и она к основной сиди подключается как бы по радио плинку и это называется называется машу некоторых производителей вот у некоторых производителей мышь может быть в обычном проводной сети тоже будет мышь и речь идет просто об оптимизации передачи данных внутри сети допустим но это скажем как допустим если клиент скажем подключенный к одной точке доступа отправляет трафик внутри сетевой да как бы другому клиенту находящимся в этой же сети вот то есть сети где прям мышь используется как технология которая позволяет оптимизировать ну скажем так коммутацию внутри сети как бы потому для меня на понятие мыши но настолько растяжимая я до сих пор не не смог ни у кого найду как бы получить точного до конца ответа что такое мышь потому что каждый производитель мышку внедряет вообще куда угодно и все называют нашим потому как бы не то не совсем обязательно про радио я хочу сказать понятно так пишут теоретические рассуждения можно пример что пытались сделать бесшовный вай-фай но не получилось или ссылку на такой пример я не знаю какую ссылку на какой пример человек объяснил как он что у александра нет отдельного видеоролика где он реализовывал поэтому ссылку дать можно в будущем если я буду делать что-то типа того но то покажу так это у нас что было с ютуба что у нас в к а тут собственную просто особо нет кто-то говорит что принтеры они любят подключать через вай-фай да вроде удобно но действительно бывают с этим глюки и поэтому это может быть не очень интересно а принтеры сами по себе скажем так основная основные заявки на сис админа обычно это перезагрузить принтер перезагрузить роутер как-то вот так так что такие довольно слабые места сети сетевое устройство слабые если уже проложены провода какой смысл менять их на воздух никакого смысла нет мы же здесь больше говорим о том что есть здание в котором нет ни проводов ну короче которым нет проводов как бы стоит ли с ними заморачиваться или сделать все через вайфай и короче общее наше решение что нифига не надо так делать только вынужденные меры если он действительно крайне без вайфая не обойтись там у нас в небольшом городе тоже для новых клиентов ставит джиппом но в общем я говорю о том что сейчас даже провайдеры все идет к тому что все переходят на вайфай вайфай на короче на оптику на высокоскоростные технологии потому что понимают что информация становится все больше больше мы потребители контента и блин вечер без видосиков в ютубе и тому подобного по моему уже не представляем особо и блин что я могу сказать я рад раньше блин оптика ничего себе это же только между городами соединяются тут уже блин ком в дом заходит оптика круто так ребят но уже два часа ровно сидим если у кого-то есть прям что-то важно что-то добавить говорите если нет то я думаю мы можем заканчивать но все это понимаю особо ничего нет поэтому давайте всем друг друга поздравим оси за нашим созвоном увидимся где-то наверное через месяц как я говорил по моим планам следующий созвончик будет так что но это наверное будет не в рамках нашего чата созвона уже в рамках куда для отдельный вебинар то буду делать хотя в принципе я так понимаю что всех вполне устраивает такие хорошие общалки делимся мнением да мы хотели еще там про оборудование поговорить но ребят два часа уже на эту тему убили как бы я думаю очень плотненько и хорошо пообщались так что ну вот эту тему по тому кто какое сейчас сетевое оборудование использует поделиться опытом думаю переложим как-то на следующий ну как раз за это время я думаю нос и коллегу уже попробует внедрить вай фай и кстати у павел правильно сказал что до 400 компьютеров это каждый же еще телефон принесет этот плюс еще 800 поэтому посмотрим как коллега будет пытаться решать этот вопрос и собственно поделиться с нами своими историями ну все на этом спасибо ребят всем счастливо адьос